На этой неделе делегация Приморского края во главе с Олегом Кожемяко находится с рабочей поездкой в Республике Беларусь. Центральным событием поездки стала встреча губернатора Приморья с президентом Беларуси Александром Лукашенко. В ходе встречи было отмечено, что территории углубят сотрудничество в сфере торговли, сельского и лесного хозяйства, ЖКХ и дорожного строительства, также активизируют гуманитарные обмены в отраслях спорта и образования. Президент Беларуси поблагодарил губернатора Приморья за плодотворное сотрудничество и крепкую дружбу между территориями. Мы знаем хорошо, в чем нуждается ваш край. Хорошо, что вы побудете на выставке, я так понимаю, Белагра. Вы посетите Гомель, увидите лучшее предприятие. Словом, мы к вашим услугам. Если что-то надо, мы, как всегда, к этому подключимся и будем в этом направлении работать. Вы говорите, что надо, вы нам не чужой человек. Губернатор Приморья отметил, что для края стала доброй традицией приезжать в Беларусь во время ежегодной международной выставки аграрной промышленности Белагра. Дорожники и коммунальщики Приморья уже активно приобретают белорусскую технику. Мы традиционно прибываем всегда с большой делегацией на Белагра. И в этот раз тоже мы прибыли довольно представительной делегацией бизнеса и представителей различных министерств, где ребята работают по машиностроительному направлению, по сельскому хозяйству, по деревообработке. Ну и уже заключаются соглашения, заключаются контракты. Мы видим, что это сотрудничество дает взаимовыгодные плоды. Так, начиная с 2019 года, с момента работы непосредственно в Приморском крае, у нас товароборот увеличился в 6 раз. Сейчас уже достигает 7,6 миллиардов рублей. Кроме того, Олег Кожемяка провел двустороннюю встречу с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Беларусь Борисом Грызловым. Глава нашего региона отметил, что Приморье достигло значительных успехов в развитии сотрудничества с республикой. Так, например, объем продаж белорусских продуктов в крае, в свою очередь, превысил уже 2 миллиарда рублей. Олег Кожемяка обратил внимание и на то, что объем экспорта продукции из Приморского края в Беларусь тоже растет. Речь идет в основном о поставках мороженой рыбы. Одной из тем для беседы стали и обмены талантливыми школьниками. В этом году юных жителей дружественного государства ждут в городе у моря на первые летние международные спортивные игры «Дети Приморья». Сейчас тоже переговорились сегодня с Виктором Александровичем вчера по церкви Олимпийского комитета, по поводу того, чтобы у нас были игры «Дети Азии», где белорусские ребята принимали участие. Сейчас мы пригласили на «Дети Приморья», мы говорили об оплате, поэтому белорусские дети появились. Мы со своей стороны хотим порядка 300 ребят таких отдаленных по различным направлениям, кто по сполту, кто по учебе, кто по общественной жизни, направить сюда, чтобы они здесь тоже побывали в Хатыни, в Белецкой крепости, в Луническом, побывали в тех местах, которые у нас уже не было, практически на военных, на территории. Поэтому дети должны знать, что это такое, и мы уже отобрали. Сейчас посмотрим, может быть, или чартер, или в сентябре, когда цена берет, спадет. Мы еще тоже отправляем сюда, чтобы такой был постоянный обмен. После проведенных встреч Олег Кожемяка принял участие в открытии 33-й международной агропромышленной недели важной части крупнейшей сельскохозяйственной выставки Республики Беларусь «Белагра-2023». В делегацию Приморского края вошли представители правительства региона, бизнеса, сфер ЖКХ, дорожного и сельского хозяйства. Весьма разнообразный спектр сегодня техники представлены здесь на Белограмаше заводы и МТЗ, и Минский автомобильный завод, и Бобруйская маш, Гомель-Сельмаш. То есть множество заводов. Но интерес здесь, конечно, допустим, наши пожарно-спасательные части интересуются МАЗами, первоходами. То есть те, кто раньше поставлялись на экспорт для пожарных частей, у них хороший ход, у них хорошее комплектование. И, безусловно, наши обратили на это внимание и, наверное, несколько экземпляров возьмут с тем, чтобы адаптировать. Для сельхозпроизводителей, конечно, это, ну, во-первых, посемные комплексы, почва оборабатывающая новая, не отвечающая никаким мировым стандартам. Это комбайны по лесу, и по обмолоту, и по своему качеству. Они отвечают всем требованиям, которые ранее поставлялись западными странами. И, кроме этого, безусловно, для нас важно и автобусы. Вот мы договорились о том, что предприятие МАЗ предоставит нам автобусы для спортивных федераций, а также для наших городов. Вот, по удобной системе лизинговых платежей. Для дорожных строителей они здесь посмотрели на базе МАЗа бетономешалки. Поэтому весьма различный аспект, который сегодня нужен Приморскому краю. Глава региона отметил, что технику, которую планируется закупить на Белагра, приморцы, скорее всего, смогут увидеть уже к осени.